Перекрыть кислород предпринимателям-нелегалам. В Саратовской юридической академии прошел гражданский форум, одной из тем которого стало развитие бизнеса разных уровней. Среди участников обсуждения чиновники, специалисты и представители бизнес-элиты. По мнению собравшихся, сегодня основным фактором низкого развития предпринимательства в регионе стали нелегальные бизнесмены. Помимо ущерба от неоплачиваемых налогов, теневой бизнес снижает ценовую политику на рынке сфер и услуг, предлагая товары по заниженным ценам. По словам специалистов, спасти положение можно, ведь сегодня основным двигателем торговли является реклама. Нелегальный бизнес вычеркнуть из ограниченной возможности использования легальными инструментами, например, ограничить им доступ к СМИ, как то, либо на федеральном уровне, либо в управляющих документах Роскомнадзора заставить рекламные СМИ требовать подтверждения легальности статуса предпринимателей при подаче рекламы. Во время работы круглого стола его участники предложили принять ряд законов, взяв за основу недавнее послание президента страны федеральному собранию. Так, Владимир Путин призвал не повышать налоговую ставку для малого и среднего бизнеса в течение следующих четырех лет. По словам специалистов, в ближайшее время необходимо принять на региональном уровне ряд постановлений, ограничивающих рост процентной ставки по налогообложению. И причин этому несколько. Отсутствие стабильности. Многие предприниматели, которые могут платить налоги, у них позволяет так называемая маржа, в лучшем случае скрывают часть своего бизнеса на такую, на поздушку безопасности, а в худшем просто уходят в тень. В том числе по этой причине, по причине, что у нас нестабильная система, такая правила ведения бизнеса. Один из самых острых и актуальных в этом году вопрос импортозамещения на круглом столе обсуждался довольно жарко. В стране уже запускается сразу несколько государственных программ по финансированию отечественных производств. Получить денежную поддержку из федерального бюджета, для замещения своей продукции импортную, рассчитывают сразу несколько региональных предприятий. По словам специалистов, положительный опыт такой федеральной поддержки в нашем регионе уже существует. Комбинация «Северсталь» три года назад Минпром предложил освоить производство извести для «Северстали». В «Азинках» появилось современнейшее предприятие, занятость людей, в том числе высвобожденных таможенников на границе с Казахстаном. И таких примеров можно приводить десятки. В целом, основной проблемой развития бизнеса в регионе специалисты назвали отсутствие молодых кадров. В области в основном работают производства и компании уже с большим опытом, а новые фирмы практически не открываются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова